Именно сегодня у нас серединная точка прохода коридора сутмения. И сегодня такой день, ну, мы же всегда на позитиве, будет интересный день. У меня уже ночью начался, я так плохо спала, я так нечего спать, честно говоря. Я проснулась в 3.40 и до 5 с чем-то мучилась. Ну, это нормально для этого дня, так что у нас есть инструменты, как себя приводить в порядок, как себя восстанавливать. Вот. Что происходит у вас? Расскажите, поделитесь, как вы проживаете коридор в отмене сначала, для начала. Что вот вчера, сегодня было? Что новенького? Я прохожу, я вчера прям смеялась с подругой. И прям мы с какими-то странными шутками смеялись, нам было очень число, потому что это подобно немножко истерии. То есть скачают не по-детски, скачают так хорошо, что... Ну, как бы слава богу, что мы в курсе, могу сказать это. Если бы не были в курсе, было бы совсем непонятно. А тут вроде и понятно, и вроде уже к этому относишься, так как к процессу, который просто, ну, был задан. Ну, да, может в день поменяться всё, разика два. Вот, то есть, ну, как-то так. Ну, в любом случае, самое прекрасное в этом во всём сейчас, что я, наверное, уже наконец-то перестала от этого всё бегать. Ну, вот там всё будет больно, я туда не хочу. Ну, уже как бы, да нет, ну, уже давай. И очень-очень даже эффективно, мне кажется, я надеюсь, что эффективно, потому что... А ещё мне пришло классное осознание, тоже благодаря тебе я говорила про человека, которого ты мне передала в мой эфир. Ну, вот он говорит, ну, надо просто с этим совсем жить. Не обязательно там всё прям в себе менять, просто надо учиться с этим совсем жить. Ты же знаешь, вот там коробка передача у тебя, вот тебе это, вот тебе это. Я так, да, да, какая хорошая идея. Вот, ну, в общем, то вообще замечательно, шедеврально, прекрасно, искролётно, то... А-а-а, что случилось? Вот, так и живём. Но я не радуюсь. Всё хорошо. Да, вот правильно ты сказала, озвучила, что когда ты знаешь, зачем, да, то тогда ты понимаешь, как это всё сделать. Ну, то есть уже более-менее ты понимаешь смысл этого всего, и тогда легче проходится, потому что ты понимаешь, да, сейчас, вот, значит, мне это надо, значит, мне надо посмотреть в это, значит, мне в эту ситуацию надо нырнуть. И мне вчера очень понравилось ещё одно осознание, которое ты прописала, что когда смотришь страхом в глаза, он начинает бояться тебя. Да-да-да, да, я ещё, знаешь, напомнила себе, не случайно, в своём, значит, эпизоде «Сейчас мы ребён», я вспомнила, что, а чё это я вдруг, в какой момент я начала бояться этих, этого не страха, что у меня было, страх боли, что-то такое я, по-моему, обозвучила в одном из наших эфиров. А на самом деле нет, там же ещё есть вторая часть, кайфомуть от этого. Там же есть вот этот подоплёточек проводок, маленькая линия, на которой можно пытаться, и только, а, ну давайте вот сейчас так, то есть с этим во всём можно, если это всё знать, действительно, с этим можно классно работать. Более того, в данном, вот, может, коридор, не коридор, но вот в этот период жизни я не вижу никакого смысла на чем-то другим работать. То есть без вот этого внутреннего всего, как восстановления что-либо, наполнения, другое не имеет никакого смысла. Ну, как-то так пришло мне. Да, и знаешь, спасибо ещё раз, что ты озвучила вот это, что на самом деле всё, что у нас в жизни, мы творцы, это мы создали. И если нам что-то не нравится, ищите выгоду. Где-то мы от этого кайфуем, правильно ты сказала. И женщина, которая живёт с алкашом, допустим, и говорит, боже, какая бедная несчастна. На самом деле она кайфует, что у неё есть козёл отпущения, который как бы оправдывает то, что она без денег, то, что она там не может себе ничего позволить и так далее. Они кайфуют от этого, многие кайфуют от того, что они имеют власть над этим безжизненным, хотела сказать, телом. Но там ещё есть жизнь над человеком, который находится в зависимости. То есть там столько много, некоторые находят вкусняшек, но они сами себе в этом не признаются. И люди, которые болеют, часто, если работать с психосоматикой, понимаешь, что они с детства выучили, если ты болеешь, тебе вкусняшки дают, тебя все любят, за тобой все ухаживают и так далее. И человек уже потом вырос, он уже про это давно забыл, но у него подсознательно, когда ему не хватает внимания и любви, ему начинает болеть. То есть очень много вот таких выгод, почему мы находимся в той или иной ситуации. И если мы начнём искать по-честоку для себя, в чём же моя выгода, почему вот тут я в дернице сижу, а от чего я тут кайфую, что мне тут нравится. И когда ты начнёшь с этой стороны смотреть, открываются глаза на многое. Да, у меня, знаешь, в этом вопросе очень нормально такое же время, глаза открыты. Это я могу сказать, что вроде бы, ну как условно сделано, да. Но я имела в виду, что когда я начинаю, чувствую, что я скатываюсь в состояние как бы жесты, или там какая-то боль должна быть, ну то есть вот просто эти слёзы накатываются, да. И, допустим, вместо того, чтобы там как-то ободриться, нет-нет-нет, всё хорошо сейчас, всё хорошо, я просто не правильно что-то думаю. Я захожу туда, начинаю, так если есть момент, шанс пореветь, я от души хорошо это делаю, прям, ну так, хорошо, не так, чтобы чуть-чуть сплакнули, а так, а-а-а, на взрыв. И в этом состоянии, понимаем, ну ничего. То есть мало того, что из моего тела выходят эмоции, что очень-очень важно, а второе, что в этом состоянии ничего такого ужасного и страшного нет. То есть там даже можно, ну вот себя там пожалеть, условно, и в этом тоже есть какое-то, ну, то есть есть что-то не криминальное, не фатальное, ну как бы, ну так, значит так, о, ну так тоже нормально, а сейчас будет хорошо. То есть всё, когда ты знаешь себя, и все свои вот эти вот штучки заплёты на голове и программочки, то можно даже вполне безопасно для себя из этих состояний выныривать. Вот, не резко, а спокойно, осознавая, и сходил, сходил, посмотрел, посмотрел, спасибо, спасибо, посидайся. Вот как и так. Супер, Ксения. На самом деле ты озвучила проживание эмоций. Да, которого я... Проживание своей эмоций. Мы на самом деле, наши души сюда пришли, чтобы прожить эмоции. Всё, что мы с собой можем взять, мы не возьмём ни дома, ни деньги, ни ещё что-то. Мы возьмём только те эмоции, которые мы прожили. Но наши души не хотели проживать только вот это «А, рада, счастье». Они хотели разные эмоции. И где-то эмоции разочарования, эмоции разбитого сердца. Мы тоже хотели это здесь ощутить. Наши души хотели. А мы так боимся это проживать. А на самом деле, по-моему, даже доказано учёным, что если погружаться в какую-то эмоцию, ты можешь её прожить за 7-8 минут. Самое глубокое, самое длинное проживание. Как ты говоришь, да, вы пореветь от души. Вот туда, а-та-та-та-та-та-та. И всё. Но она у тебя не застряла в теле, которая потом блоком разрушает его. Она у тебя не застряла в каком-то подсознании, что ты «Ой, не-не, я это не буду проживать, это не про меня, ой, не хочу». И потом, если мы вот так вот в подсознание куда-то запихаем, приходит какая-то неожиданная ситуация, где мы не контролируем себя, которая сбивается на с ног. И именно эта травма им вылазит, именно этот триггер вылазит. Поэтому разумно и классно, что ты к этому пришла, проживать эмоции. Прожил, поплакал, слезы попускал, но время прошло, собралось и всё, а теперь всё. Всё классно, пошла дальше. Привет всем, девчонки. Я. Привет из Монголии. У меня коридор затмений так интересно сопровождается фактически ну, в таком же тоне, в таких же цветах, о чём только что Ксюша проговорила. Беспричинный рёв. Девчонки, у меня продолжался пару дней. Я ревела, я сидела однём, сидев всех на унитазе, я ревела как-то нормально. У меня наутро вставало, у меня глаза были прямо к себе. Я себя не узнавала. Краситься даже было бесполезно. Вот. И у меня такое было чувство, что, знаете, такое какое-то трансформационное или даже, может быть, переломное какой-то такой вот момент у меня пошёл. Я ревела, думаю, я сижу, реву, посмотрю, реви, реви. Вот как Ксюша говорит, реви, да? Я реву, реву. А потом сижу такая, всё, мне ничего не надо. Это было так интересно, как я это всё проживала. Потом, после того, как это всё проживу, вот, проплачу, да, проливу, потом сижу, смотрю, я как-то думаю, ну, всё, пожалела себя, тем, чем, В общем, такая прям жертва, прям, ой-ой-ой, какая-то жертва. Так, хватит. Утри свой нос, стал, начинала делать массаж, и открыла для себя ещё новый такой виртуал через пение и через голос. И вот видите, как нам проблемы развивают нас. Не надо всегда жаловаться, на самом деле. Видите? Обратите внимание, что вот эти вот проблемки, какие-то ситуации, можно всегда найти вот эту точку, где мы идём на развитие и расширение. Я рада за тебя, Чинге. Круто. Спасибо. Хотела просто... Хотела это не... Ага. Да, я тоже так поняла. Это... Ну, я знаю, что ещё там. Мне ещё очень-очень много будет проработать себе. Так что Танюша Алексеевна очень-очень... То, что Ксюша прожила, вот она рассказывала, да, я такая интересная думала, как интересно, какие такие параллели, да, очень большие параллели. Вот так. Да, вообще, очень классно это слышать. Всё нормально. Хотите, я вам скажу, что у меня произошло? Давай. Я тоже где-то, по-моему, два дня назад слушала медитацию родовую, ревела. Ну, вот как вы говорите, вот как никогда, вот как маленький ребёнок. И поэтому, Ксения, благодарю за карту Ангела. Там же про внутреннего ребёнка было проговаривалось, что он вот именно внутреннего ребёнка этого... Вот я так проревелась в свою медитацию, вот это... Вот мне надо было, видимо, вот это... Да, взорвалась у меня эта рана, которая была заклеена пластырем. Этот пластырь я сорвала. Сейчас тоже. И поэтому вот больно. И всё вот это вываливается. Но это нужно было мне пройти. И я ещё прохожу. То есть вот этот коридор затмения, плюс, что мы прошли вот этот путь героя, или проходим, я понимаю, что у меня этот процесс ещё идёт. И это классно, это здорово и так должно быть. И я понимаю, что это для чего-то. Вот это как, может, где-то проверка, где-то опять закрыть вот эту старую дверь, выйти на новый уровень. Так что тут у нас тоже весело. Но я это принимаю с принятием и с благодарностью. Здорово, Тань. А знаете, что хотела ещё сказать по поводу внутреннего ребёнка? Не знаю, может, там ещё у кого? В группе такая история есть. Прямо всё про внутреннего ребёнка, если так быть. Ну, честно. Потому что вот это сознание, что я опять про ребёночка. И я теперь новый этап. И сегодня проснулась. Первая у меня была «Я тебя люблю». Думаю, что за хрень такая в моей голове? Потом я подумала, а я-то сама с собой разговариваю, оказывается, со своим ребёночком. То есть вот после этого всего, когда очистка-то проходит, видимо, это уже как бы не дыра, а такое как бы раскрытие идёт на то, что, ну, любви. А кто любит? «Я сама себя любви». Ну, то есть, и вот закольцовывается. Поэтому классно, если кто-то ещё такое проходит, и следующий шаг будет веселее. Вот, что хотела сказать. Ну, это же интересно. Вот это мне нравится всё равно. Вот несмотря на эти трудности какие-то, мне нравится, и мне вот такое, о, интересно, к чему это приведёт. То есть вот так, если смотришь, какие открываются новые потенциалы, какие двери, какие возможности. И одного Богу известно, но главное быть открытым и, опять же, смотреть вот этой боли, эмоции, страху, просто смотреть в глаза. Второго будет солнечное затмение. И, как правило, ещё недельку-две после вот это начинает всё успокаиваться. То есть я себе мысленно дала время до следующего полномуния, 17-18 октября. Вот всё, всё будет уже хорошо. Всё, мы пройдём, девочки. Поэтому я не хотела на прошлом... Ну, это, девочки, это уже крайний срок. Говорим, что второго всё, мы так типа всё поняли и до свидания. Ну, и последствия немножко же надо там чуть-чуть это, что всколыхнулось, чуть-чуть утоптать в хорошем смысле. Поэтому я вас не могла отпустить в прошлый раз. Я понимала, что нам надо ещё очень поговорить, вот именно всё вот это проговорить, ещё раз прожить, озвучить, чтобы это всё оставить здесь. Вот. Поэтому говорите. Я не просто так вам даю слово из любопытства, а вы просто, чтобы все эти осознания, всё, что прожили, проговорить и тем самым выпустить из себя. Не нести дальше. ещё раз. Спасибо.